Прошедшая неделя была короче обычной на один день. Событиями была не шибко богата, но тем не менее кое-что происходило. Самым главным событием в области наших властей было то, что господин Баширов внезапно решил покинуть свою должность. По крайней мере об этом заговорили все СМИ Башкортостана, о том, что Ренат Рашидович Баширов, первый заместитель главы администрации Радия Хабирова, ушел в отпуск со следующим увольнением. Ну, собственно, многие уже прокомментировали и проанализировали, почему и как это случилось. Я могу добавить, что да, действительно, Ренат Баширов накопил какую-то предельную абсолютно массу промахов, ошибок, косяков и конфликтов. В первую очередь, это конфликты с силовиками, в частности, Федеральная служба безопасности была очень недовольна деятельностью господина Баширова и поставляла некоторые документы, факты и информацию и Хабирову, и Сидякину, и многим другим. При этом надо отметить, что господин Баширов действительно провалил сибайскую историю, провалил историю с вахтовиками, их размещением в рекреациях во время первой волны ковида. Ну, много там грехов. Транспортная реформа тоже при непосредственном участии господина Баширова завершилась, ничем была провалена. Но последней, видимо, вишенкой на торте явилась вот эта история с застройщиками, когда господин Баширов каким-то очень странным, на мой взгляд, вероломным образом стал участвовать в строительных делах города. Мы помним, что Ренат Рашидович очень хотел стать мэром Уфы, но ему не удалось этого сделать, потому что грудью встали представители силовых структур, которые сказали, что они ни за что и никогда не согласятся на то, чтобы Баширов был мэром Уфы. И в итоге, конечно же, Ренат Рашидович попытался поучаствовать в судьбе города негласно и нелегально. В итоге вот мы видим то, что сейчас происходит в конфликтном поле вокруг строек. Мы понимаем, что эта история очень дорого обойдется Хабирову и в репутационном, да и в финансовом смысле, потому что многие процессы повлекут за собой какие-то жуткие компенсации из казны города. Будет безусловный рост цен на квартиры и на жилье Уфе. И все это в результате деятельности господина Баширова, который так или иначе принимал в этом всем участие. Но много говорилось о том, куда денется Ренат Рашидович. Мы понимаем, что у Хабирова своих в обойме осталось совсем чуть-чуть, а Баширов был мега свой и абсолютно доверенное лицо во все времена. Он работал и у Хабирова в администрации президента, хоть и на незначительных должностях, но все-таки сидел в кабинетике. Он и приглядывал тут за имуществом Радия Фаридовича, пока Радия Фаридовича был в изгнании, во всяких Красногорсках и так далее. И, в общем, конечно, Ренат, наверное, не сброшен со счетов. Вопрос в том, кем там он станет. Ну, я думаю, что есть, конечно, такие правдоподобные предположения о том, что, возможно, ему найдут какую-то должность. Может быть, даже в правительстве. Хотя, конечно, я думаю, что господин Назаров не особенно пылает желанием, чтобы Ренат Рашидович со своими навыками искусного интригана попал в правительство Республики Башкортостан. Возможно, правдоподобным является версия о том, что Баширов возглавит всю нашу хоккейную отрасль. Хотя мы понимаем, что там сейчас, конечно, времена тяжелые, и вряд ли что-то ему удастся сделать. Но, в общем, есть еще и вариант в никуда. Потому что за всю свою длинную бурную жизнь господин Баширов, я полагаю, что уже наелся. Хотя, конечно, я до конца не знаю, какие там у него аппетиты сейчас разыгрались. Неизвестно, что его амбиции были столь велики, что уходили куда-то за горизонт. Но вот так вот получилось. Надо отметить, что существует информация о том, что Баширова окончательно добил никто иной, как Сидякин. Я, конечно, не могу утверждать об этом со стопроцентной уверенностью. Но многие высокопоставленные чиновники в республике подтверждают, что Сидякин в последнее время, когда он понял, что он уходит, в общем-то, окончательно потерял тормоза и перестал стесняться и в выражениях, и в передаче информации, и так далее, и так далее. Я вполне сочту возможным и вероятным, что господин Баширов спал жертвой окончательного разоблачения со стороны господина Сидякина. Ну, тут, конечно, уместно говорить и о всяких насекомых в банках и о всяких животных, бегущих с тонущего корабля. Но, впрочем, эти аллегории оставим на потом. По всей стране отмечается рост заболеваемости ковидом. И здесь есть сезонные причины, и многие другие. В Москве уже ввели достаточно жесткие дополнительные ограничения. В Петербурге вот-вот введут. А Башкортостан, ну, как обычно, аномальная зона. И связана эта аномалия с тем, что у нас на носу самое важное для нашего руководства этим летом событие – это фолкориад. Казалось бы, нужно отменить это безобразие, нужно прекратить и не допустить приезда в республику, как выразился Хабиров, представителей из неблагополучных ковид-регионов. Однако же нет. Было твердо и четко заявлено, что 3 июля начнется фолкориада в Уфе и во что бы то ни стало. А вот до 3 июня будут введены ограничения. Складывается ощущение, что именно фолклор самым пагубным образом действует на вирус COVID-19. И именно фолклор убьет его окончательно. Но до 3 июля у нас вводятся дополнительные ограничения. Речь идет о том, что настоятельно рекомендуется не посещать массовые мероприятия и не участвовать в них. Но естественно, мы же провели буквально на днях, в день пика заболеваемости марш медиков, но теперь можно, говорится, и притормозить. С 29 июня по 2 июля всего 4 дня будут действовать жесточайшие ограничения на работу точек общепита. А именно туда нельзя будет запускать людей без предъявления справок на COVID-19 либо ПЦР. Вот я особенно хочу на это посмотреть, кто и как будет контролировать наличие документов о вакцинации, либо о том, что люди переболели, либо о том, что им нельзя прививаться, у тех, кто сидит в кофейнях и ресторанах. Вот кто это будет делать? Официанты? У них нет таких полномочий. Повара? У них нет таких полномочий. Охранники? У них тоже нет таких полномочий. Это имеют делать право только представители спецслужб, правоохранительных органов, либо надзорных органов всяких Роспотребнадзоров. Непонятно совершенно, это все не проговорено, не обговорено, но с 29 июня по 2 июля у нас накладываются такие ограничения. Значит, перестанут заселять в вузы непривитых студентов, что является, на мой взгляд, абсолютной дискриминацией по признаку наличия, отсутствия каких-либо заболеваний, либо свойств организма. Значит, ну, Валентин Павлов пошел еще дальше, это ректор нашего мединститута. Он заявил о том, что очное обучение для студентов в мединституте вообще возможно теперь только при наличии прививок, что тоже, наверное, является ограничением прав человека по какому-то непонятному признаку. А вот 3 июля все проблемы мгновенно в Башкортостане исчезнут. К нам приедут люди из ковид-небезопасных регионов, как сказал Хабиров, и у нас не будет ковида. Честно говоря, я уже начинаю тихо закипать, и мозг мой не в состоянии переваривать логики наших властей абсолютно. То есть я понимаю, если в Москве начался подъем заболеваемости, они предпринимают меры по ограничению, и там, значит, дальше будут смотреть, как они будут работать. Наши власти точно знают, что через несколько дней будет достаточно принято мер. Они лучше, чем Собянин или там даже Путин разбираются в этом, и вот на 4 дня ограничат вход в рестораны и бары. Ну, кроме всего прочего, наши предприятия по назидательному указанию властей начинают выплаты, поощрительные выплаты тем, кто привился. Ну вот одно из наших предприятий башкирских выплачивает по 10 тысяч рублей тем, кто привьется от ковида. Неизвестно, будут ли выплачивать задним числом те, кто раньше и привился, и возникнут ли конфликты между работодателем и работниками на этой почве. Но выглядит это, конечно, очень смешно. Мне интересно, как в бухгалтерии будут проводиться эти выплаты, как они будут налогооблагаться и так далее. Ну, для сравнения, вот у нас 10 тысяч по башкирии. В одном из предприятий, я говорю, чтобы не было паники, а в Москве, например, на Russia Today выплачивают аж 57 тысяч сотрудникам этой замечательной информационной организации. Ну, в общем, такое ощущение, что деньги им девать абсолютно некуда, что у нас нет нужды в организации медицинского обеспечения, можно начинать платить людям просто за то, что они привились. Но тут, конечно, стали раздаваться возгласы о том, что те, кто не прививаются, они безответственно относятся к своему здоровью, но тут, знаете, есть несколько иная философия. На мой взгляд, те, кто не прививаются, как раз-таки к своему здоровью относятся с большей ответственностью, чем те, кто прививаются. Хотя бы потому, что те, кто не привился, они внимательно посмотрели на тех, кто их туда затаскивает, заманивает и забалтывает и агитирует. Вот конкретно на всех этих Шамиилий, Галимов, Якуповых, вот прочего вот это вот. Всю комарилью, но эти же люди не вызывают доверия. Ну как можно тогда пойти и привиться, если вот эти люди тебе предлагают чем-то там уколоться в плечо? То есть вот это нужно понимать, что именно вот это вот отталкивает не темность населения, не то, что люди себе враги или там у них и безответственное отношение к собственному здоровью. Я уже повторюсь, наверное, что действительно люди не верят Хабирову, люди не верят Забелину. И у них есть на то основания, и вот эти все призывы к добровольной вакцинации, они абсолютно провалились. И теперь все эти агитаторы, поняв, что у них ничего не получилось, что у них там 80 с небольшим процентов по республике, когда в России уже 15 и больше, они понимают, что скоро им из Кремля прилетит, ой-ой-ой, и они начали разговоры уже о принудительной вакцинации каких-то определенных категорий. Решений таких пока нет, но разговоров очень много. Очень много разговоров. И эти разговоры, честно говоря, пугают. Не перестают веселить нас зито-егито башкирских конфликтов. Я имею в виду Аллу Яковлеву и Настеньку. На этот раз они, завернувшись в башкирские флаги, отправились в столицу нашей родины, город-герой Москву. Там они завернулись в башкирские флаги и явились почему-то в приемную мэра Москвы Собянина. Там же незамедлительно они выдвинули одно требование и одно предложение. Во-первых, они потребовали, чтобы Собянин вразумил, как они сказали, мэра Уфы и Грекова. И чтобы тот принял те решения, которые кажутся правильными Настеньке и Алле. А еще они предложили соединить, объединить Москву и Уфу. За сим девушки, завернутые в башкирские флаги, откланились и отбыли из офиса мэра Москвы Сергея Собянина, который, кстати говоря, не вышел им навстречу, не принял их и не выслушал их странных заявлений. Но тут я Сергея Семеновича полностью понимаю, потому что Сергей Семенович как минимум недоумевал, что он может сделать для этих двух барышень. Дело в том, что он не врач и даже не санитар. Соответственно, какой-то срочной помощи он нам оказать точно не мог. А вот те предложения и требования, которые выдвинули Настенька и Алла, но тут, конечно, все это за скобками разумного и понятного. Соответственно, Сергей Семенович предпочел отсидеться в кабинете, либо вообще не был в офисе, потому что у меня есть предположение о том, что весь этот перформанс был только ради того, чтобы это все показали. Но ощущение такое, что девушки, судя по всему, после ухода Баширова уже окончательно сдулись и вышли за скобки, они не могут придумать что-то эффективное и придумали вот это странное, явиться к Собянину. Ну, непонятно, почему они не отправились, например, в Антверпен или в Бугульму и не выдвинули там аналогичных требований. Ну, в общем, вот такая вот штука. Тем временем дом на улице Конституции 5, который, собственно, является камнем преткновения в этом конфликте, продолжает строиться, уже построено 7 этажей, и застройщик, насколько я понимаю, застройщик там по СК-6, в общем-то, с уверенностью и оптимизмом смотрит на перспективы судебного разбирательства, которое все еще идет в судах в Уфе. Застройщик намерен победить в правовом поле, а на аренах цирка, собственно, не руководство, не представители по СК-6 выступать и не планировали. Очень много говорилось на прошедших неделях, и на прошедшей неделе тоже, в том числе, о проблеме самокатов. На поверхность вытащили случаи, когда самокаты наезжают на людей. На проспекте в Уфе двое самокатчиков сбили пожилого мужчину, и тот получил травмы. Их там разыскивает Следственный комитет. В общем, какое-то бесконечное самокатное шоу. Все это очень-очень похоже на компанейщину. У нас есть эхо Санкт-Петербурга, где раздались те же самые претензии, и там были большие-большие наезды на вот эти компании по прокату самокатов. У меня ощущение такое, что это какая-то всероссийская компания. Уже отшумели, отблеяли наши придворные вот эти говорильщики, типа всякие Шамиля и прочие Галины, там и разные Недорезовы и прочие, и прочие. Они уже тут, значит, прошлись по этой теме, что ужас-ужас надо решать. Злодеи носятся на самокатах по городу Уфе. В общем, на прошедшей неделе стало известно, что в ближайшие дни Госсобрание Курулта Республики Башкортостан, возможно, примет решение, примет некий закон о том, как они ограничат и как они решат проблему самокатов. Но, как говорится, почву подготовили Шамиля, можно рвать пополам. Так как ничего сложнее собственного питания наши парламентарии башкирские организовать не в состоянии, они, безусловно, перейдут сразу же к запретам. В частности, они рассматривают возможность запрета езды быстрее 10 км в час на самокате, запреты езды без касок, запреты езды по двое и более на одном самокате и запреты езды по улицам и дорогам общего пользования. Ну, собственно, весь этот список запретов, по мнению тех, кто занимается прокатом самокатов, ну, есть смертный приговор вообще этому бизнесу, кто вообще будет ездить со скоростью меньше 10 км в час. Я, например, хожу даже примерно с такой скоростью. Соответственно, как бы вот так вот, да? Ну, что мы получим на выходе? Ну, мы убьем часть малого бизнеса, который занимается прокатами этих самокатов, убьем окончательно. Люди, безусловно, останутся в убытках, потому что они перед сезоном закупили новые самокаты, и теперь их куда девать? Мы, безусловно, столкнемся с тем, что полиция и всякие, значит, общественники Шамили и разные недорезовые будут, наверное, бегать по Уфе, отлавливать частных владельцев самокатов, дабы наказать их или оштрафовать. Ну, и, собственно, вот на этом и все. То есть, что мы получим на выходе? Мы получим на выходе баранку. Уфа лишится единственного и последнего развлечения, которое у нее хоть там с худо-бедно в последнее время появилось, а госсобрание уйдет на каникулы Шамиль и Недорезовые куда-нибудь, значит, отправиться отдыхать, благо для них Турция открывается. Мы очень давно не проводили стримы. Предыдущий штатный стрим я был вынужден пропустить из-за того, что вот очень замысловато тут перемещался в отпуск, но отпуск мой, к сожалению, подходит к концу. И в ближайшее воскресенье я рассчитываю провести стрим уже из Уфы, так что присылайте вопросы. Вот под этим видео самое удобное место для того, чтобы задать эти вопросы. У нас, наверное, накопилось очень много, чего мы недообсуждали, недоговорили, о чем я, возможно, не знал или упустил что-то, будучи тут в расслабленном состоянии на отдыхе. В общем, присылайте вопросы, поговорим в воскресенье. Как обычно, в 8 вечера, в воскресенье ближайшее 20 числа я рассчитываю выйти в эфир, и мы с вами пообщаемся. Всем спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...